Здравствуйте, меня зовут Чмутова Влада, студентка третьего курса образовательной программы журналистика. Данная лекция подготовлена в рамках проекта «Сакральные объекты Казахстана». Одним из самых уникальных памятников культуры Рудного Алтая является Акбаур. Своё название Акбаур получил по одноимённой сопке и гроту с природным отверстием на крыше и росписями внутри. Почитание высот было распространено во многих ранних культурах и связано с тем, что горы осмыслялись как место пребывания местных божеств. Они символизировали центр мира, место соприкосновения неба и земли, вечность и устремлённость к вершинному миру. Обряды, которые совершались около Акбаура и горы Казалтас, скорее всего связаны с культом гор, одним из ранних магических культов, наряду с культом неба, солнца, грозы, животных и растений. Именно на основании этих культов были сформированы многие ранние формы религий. Полукруглое пространство грота накрывается каменной плитой с отверстием в форме сердца. Акбауру как памятник ранней культуры интересен тем, что в отличие от многих подобных мегалитических построений, имеет подробное эпиграфическое сопровождение. Росписи в одноимённом гроте. До наших дней сохранилось около 80 наскальных рисунков на стене и петроглифов, аналогов которых нет в Казахстане. Это несколько изображений человека, горный козёл, бык, двухколесная телега, есть рисунки жилищ и повозки. Остальные это разнообразные символы и знаки, а кто-то, конечно, видит в этих петроглифов инопланетян. Рисунки выполнены коричневой охрой и относятся к началу третьего тысячелетия до нашей эры. Рисунки уникальны для Казахстана, во-первых, тем, что нарисованы красной охрой, а не выдолблены в камне. Во-вторых, очень нетипичными для древних художников изображениями. Логика рисунков до сих пор является загадкой. Выдвигаются самые разнообразные версии от изображений сакрального ориентира пути спасения человека и начальной человеческой письменности до пришествия инопланетян и карты звёздного неба. Среди символов в гроте много разнообразных крестов. Это знаки Солнца. Поэтому, скорее всего, перед нами карта звёздного неба, как её видели наши давние предки. На территории Акбаура обнаружены фундаменты древних строений, погребений, площадка с нанесённой разметкой солнечных часов, астрономическая лаборатория с сохранившимися гранитными плитами, несущими на себе информацию, астросетки с правильным изображением созвездия, белой медведицы. По мнению учёных, люди неолита и бронзового века наблюдали Солнце и Луну. Подводя итоги, можно сказать, что грот Акбаур, скорее всего, был главным святилищем ритуального центра. Спор исследователей о том, что его росписи являются картой звёздного неба или передают путь спасения человечества, очень интересен. Он подтверждает уникальность Акбаура, одного из самых ярких, загадочных памятников культуры прошлого на территории Рудного Алтая. Спасибо за внимание.